Доброе время суток, уважаемый коллега! У микрофона Роман Селихудинов. И в этом видеоуроке мы в Компас 3D создадим 3D модель пластиковой бутылки. Данную бутылку я ранее создавал в SolidWorks. Уроки по созданию этой бутылки есть в курсе «Эффективная работа в SolidWorks 4». Здесь бутылка выполнена из двух частей. Мы с вами в Компасе создадим только первую часть, вот саму бутылку. Как мы будем создавать? Сначала с помощью команд поверхностного моделирования мы создадим поверхностную модель. Далее все поверхности мы сошьем в единую поверхность и поверхностей, которая получится у нас, придадим толщину. Это у нас с вами будет деталь твердотельная. С толщиной стенки 1 мм. Ну что ж, давайте приступим. И как мы будем с вами, какой у нас процесс будет? Сначала мы вот эту часть создадим, ну а далее уже создадим вот эту часть. Давайте начнем на стандартной панели. Нажмем «Создать» и выберем новый документ детали. Далее либо на панели «Вид» измените ориентацию, либо нажатием правой клавиши мыши в контекстном меню выберите ориентацию. Вот изометрия XYZ. И первым делом мы с вами создадим эскиз на плоскости спереди. И первая поверхность, которую мы с вами создадим, это будет поверхность вращения. Давайте сейчас раскроем ветвь. Сначала координат выберем плоскость XY, то есть плоскость спереди. Создадим на ней эскиз, выбираем здесь эскиз. И так как это у нас будет поверхность вращения, давайте начнем с вами создание осевой линии. Зайдем на панель обозначения и запустим команду «Осевая линия». Итак, начальная точка осевой линии будет с точки начала координат. Создаем верх, вертикальную линию, примерно длиной 260 мм. Примерно 260 мм я создал. Далее давайте опять же вернемся на панель геометрия и запустим команду «Непрерывно от объектов». У нас по умолчанию видно на панели «Свойства» и создание отрезка. Давайте начнем. Начнем мы вот отсюда. Давайте создадим чуть левее осевой линии отрезок. Введем вниз, но примерно длиной 35-40 мм. Отлично. Далее идет создание второго отрезка. Давайте на панели «Свойств» выберем здесь сопряженная дуга. И вот посмотрите, у нас сейчас идет создание дуги. Произвольно дугу создаем, примерно радиусом 30 мм. Далее еще одну сопряженную дугу создаем, примерно радиусом 60 мм. Далее опять же на панели «Свойств» выбираем здесь создание отрезка и создаем отрезок. Введем вниз вертикальный отрезок. Так вот, ну примерно длиной миллиметров 100 мм. Отлично. Завершаем команду. Вот что у нас получилось. И давайте сразу же добавим зависимость сюда. Вот так же, чтобы у нас вот эта дуга с отрезком соединялись по касательной. Давайте зайдем на панель «Параметризация». И запустим команду «Касание». Укажем первую кривую и вторую. Отлично. Вот у нас по касательной они соединяются. Завершаем команду клавиши «Эскейп». И сейчас давайте зайдем на панель «Размеры». Запустим команду «Авторазмер». И укажем, давайте сначала укажем радиусы «Дуг». Итак, первый радиус у нас будет 35 мм. Второй радиус 80 мм. Так. Далее давайте укажем размер вот от этой точки до этой точки. Итак, размер этот 13 мм. Так. Далее давайте уменьшим. И укажем размер от точки начала координат вот до этой точки. Вот этот вертикальный размер. Значение будет 35 мм. Далее укажем размер, опять же, от этой точки до этой точки. Только горизонтальный размер. Так. И здесь у нас будет выражение 43,5 мм. Отлично. Далее давайте укажем размер от точки начала координат. Вот до этой точки. Вот этот вертикальный размер. И сюда давайте впишем 263 мм. Отлично. Ну и далее давайте укажем размер от этой точки. Вот до этой точки. Размер 107 мм. Так. Отлично. Вот в принципе все размеры у нас стоят. Сейчас давайте зайдем на панель поверхности и запустим команду поверхность вращения. Так вот уже система показывает нам фантом. И сейчас на панели свойств тип обязательно выберите тороид и нажимаем по кнопке создать объект. Отлично. Вот у нас первая поверхность получена. Если бы мы оставили сфероид, то у нас здесь была бы получаться тоже поверхность создана и здесь. А так у нас видите здесь вот нет поверхности и здесь тоже нет. Итак. Двигаемся дальше. Сейчас давайте создадим вспомогательную плоскость. У нас мы будем создать плоскость, смещенную от плоскости сверху на 6 мм. Вот у нас плоскость ZX. Это у нас плоскость сверху. Вот от нее мы сместим на 6 мм. Новая плоскость. Так. Давайте зайдем на панель вспомогательная геометрия и запустим команду смещенная плоскость. Укажем плоскость ZX. Можно указать в дерево модели. Итак. Здесь по умолчанию стоит расстояние 10. Давайте укажем 6 мм на панели свойств. Отлично. И нажимаем по кнопке создать объект. Вот плоскость создана. Давайте завершим команду. Далее давайте на ней создадим эскиз. Можно в дерево модели кликнуть по ней. Выбрать здесь эскиз. И сейчас давайте запустим команду окружность. Создадим окружность из точки начала координат. Создаем произвольно. Далее заходим на панель размеры. Запускаем команду авторазмер. И укажем здесь размер 16 мм. Отлично. В принципе все. Эскиз готов. Сейчас давайте зайдем на панель поверхности и запустим команду заплатка. Так как у нас эскиз был выделен. Вот у нас здесь выбор контура. Рибро 1. Уже здесь в списке. Нажимаем по кнопке создать объект. И вот посмотрите заплатка создана. То есть вторая поверхность у нас создана. Далее мы с вами будем создавать поверхность с помощью команды поверхность по сети точек. И для того чтобы создать нам такую поверхность нам нужен с вами набор кривых. Для второго набора мы с вами возьмем вот эту вот кривую и эту. А для первого набора нам нужно с вами три кривых создать. И сейчас мы с вами создадим две вспомогательные плоскости. На которых будут две кривые. А третья кривая у нас с вами будет на плоскости XY. Давайте для удобства сейчас вот эту смещенную плоскость 1. Скроем ее. Нажмем правой клавишей мыши. И здесь в контекстном меню выберем скрыть. Отлично. Вот она скрылась. Так я сейчас ориентацию сделаю из метрии XYZ. Увеличу. И давайте начнем создавать плоскости вспомогательные. Вот мы уже находимся на панели вспомогательной геометрии. Давайте раскроем, удерживая левую клавишу мыши, весь список команд. И выберем плоскость под углом другой плоскости. Так и давайте угол укажем 36 градусов. Первая плоскость у нас будет смещена от плоскости XY на угол 36 градусов. Ну а вторая на 72 градуса. Итак, нам нужно указать плоскость. Давайте укажем плоскость. Можно указать в окне построения. Можно в дереве модели. Вот плоскость XY указали. Далее нужно указать ребро. Ну, ребром у нас будет служить ось Y. Давайте укажем ось Y. Вот, посмотрите. И сейчас уже создана плоскость под углом. Вот, плоскость под углом 1. Вот она. Отлично. Команда у нас активна. Давайте угол сделаем 72 градуса. Опять же укажем плоскость XY и ось Y. И вот у нас с вами создана еще одна плоскость. Вот плоскость под углом 2. Вот у нас эти две плоскости, которые мы только что создали. Давайте сейчас команду завершим. И создадим первую кривую. Давайте ее на плоскости XY создадим. Кликнем по плоскости XY и создадим эскиз. Так, приступаем. И сейчас давайте спроецируем вот этот эскиз 2. Помните, мы создавали с вами окружность диаметром 16. Вот она. Это она. Мы ее спроецируем в свой эскиз. Это вот это вот ребро. Итак, давайте запустите с панели геометрия команду спроецировать объект. Она здесь у меня не входит, поэтому я ее запущу из меню операции и я выбираю спроецировать объект. И давайте поднесем курсор, кликнем. Вот, посмотрите, спроецировали. Отлично, завершаем данную команду. Сейчас давайте запустим команду отрезок и создадим два вспомогательных отрезка. В стиле линии сразу давайте выберем утолщенное. И создадим первый отрезок. Вот от точки начала каранда. Вправо введем произвольно. Создали. И второй отрезок вот от этой точки. Введем вверх произвольно. Вертикально создали. Отлично. Завершаем команду. Так, ну и сейчас уже можно переходить к созданию кривой. Сейчас я вам покажу, как она будет выглядеть. Она у нас будет таким образом с вами. Вот так она пойдет у нас. И вот так вот. Ну, примерно вот так. Такую кривую мы сейчас создадим. Давайте запустим команду. Вот раскроете список, где у вас сплайн. Вернее, где у вас команда вот сплайн по точкам. Раскройте весь список и выберите команду сплайн по полюсам. Если у вас более поздняя версия, то эта команда раньше называлась кривая безе. И вот запустите ее. Запускаем. И давайте приступим к созданию. Итак, первая точка у нас будет здесь. Вторая точка чуть ниже. Привязка выравнивает. Сработала. Так, отлично. Далее, третья точка у нас здесь размещается. Четвертая вот здесь. Пятая здесь вот. Вот у нас выравнивает с этой точкой. Так вот не срабатывает. Ну, примерно вот. И шестая точка здесь. Либо нажмите по кнопке создать объект на панели спецуправления, либо нажмите правую клавишу мыши и выберите создать сплайн по полюсам. Все, я нажал. И сейчас я нажимаю стоп, завершая команду. Итак, посмотрите, он у меня, кстати, тип линии. Это здесь утолщенная, потому что я перед этим создал отрезки. Итак, давайте поменяем. Выберем основная. Отлично. Вот что у вас получилось. Должно получиться. Если у вас не такая кривая, то кликните по ней. И вот за эти характерные точки вы поперетаскиваете. Но пока еще вам рано перетаскивать. Мы сейчас создадим зависимости касательностей. И давайте вот этот с вами отрезок, который мы спроецировали, мы также его сделаем вспомогательным. Нажмем по нему и выберем в меню стиль линии утолщенную. Так, давайте сейчас создадим касательность, зависимость касательностей. Чтобы вот эта кривая и эта кривая по касательной соединялись. Далее, чтобы вот эта кривая и вот здесь вот так же у нас кривая по касательной соединялись. Ну и так же, чтобы вот эта кривая и эта кривая соединялись по касательной. Давайте с вами зайдем на панель параметризации. Запустим команду касания. Укажем сначала на спроецированный отрезок. Нажали. Далее на кривую. Отлично. Вот у нас появилась здесь, вот видите, зависимость касательность. Далее давайте укажем по этому отрезку вспомогательному и по кривой. Так, отлично. Здесь тоже появилась зависимость касания. И сейчас давайте кликнем и вот сейчас тоже немножко я поперетаскиваю, чтобы вот так вот сместил, чтобы более правильная форма была. Вот примерно так вот я оставлю. Отлично. Вот посмотрите, первая крива у нас готова. Давайте сейчас завершим эскиз. Вот она, видно ее, да? Далее давайте создадим вторую кривую на плоскости вспомогательной, которая смещена на угол 36 градусов. Чтобы вам здесь не путаться, можно из дерева модели выбрать и вот плоскость под углом 1, создать на ней эскиз. Отлично. Так, и сейчас давайте опять же спроецируем вот этот эскиз 2, вот эту линию, это линия окружности. Опять же я в меню убираю операции, спроецировать объект, нажимаю вот по этому эскизу. Отлично, вот я спроецировал. Далее давайте зайдем, вернее запустим команду отрезок, стиль линии стоит утолщенная, оставляем и создаем вот из этой точки горизонтальную линию вправо ведем. Отлично, нажимаем клавишу Escape. Ну и сейчас давайте снова создадим сплайн по полюсам, запускаем команду. Опять же, у кого более поздняя версия, запустите команду Кривая Без Е. Запускаем. Указываем первую точку, она будет здесь. Далее указываем вторую точку, здесь вот третью. Ну и четвертую здесь вот указали. И нажимаем по кнопке создать объект. Так, опять же стиль линии забыл поменять. Давайте я сейчас по ней нажму, выберу здесь контекстно-меню основная. Так, ну а вот у этого спроецированного отрезочка, давайте так же поменять стиль линии, выберем утолщенную. Это у нас вспомогательная линия. Так, ну и сейчас давайте зайдем на панель Параметризация, запустим команду Касание, укажем первую кривую, вторую. Первую кривую, вторую. То есть вот посмотрите, зависимость касания создали здесь вот. Завершаем команду Кважа Escape. Так, я не срабатываю, давайте нажму здесь Стоп. И сейчас опять же можно кликнуть и немножко выровнять вот за эти характерные точки. Давайте я сейчас выйду из эскиза, все в принципе готово. Ну и давайте посмотрим. Вот она, посмотрите, вторая кривая. Она у нас, видите, на плоскости, которая смещена на угол 36 градусов. Сейчас мы с вами третью кривую создадим, которая у нас на плоскости будет, плоскость смещена на 72 градуса. Но вот третья кривая, которая будет у нас на этой плоскости, она у нас полностью совпадает, как вот эта кривая. Поэтому мы сейчас с вами зайдем в эскиз 3, выберем здесь редактировать и скопируем эту кривую, кликнем по ней. Далее на стандартной панели, давайте выберем здесь копировать, укажем координаты базовой точки, они будут в точке начала координат. Укажем, кликнем, отлично. Вот мы скопировали в буфере обмена, завершаем эскиз. Сейчас создадим, давайте, новый эскиз в дереве модели, выберем плоскость под углом 2, создаем на ней эскиз. Так, и сейчас нужно вставить на стандартной панели, нажимаем по кнопке вставить, либо вот правую клавишу мыши нажмите и в контексте мне выберите вставить. Вставляем, но посмотрите, у нас, видите, да, не под тем углом, под которым нужно. Ладно, давайте сейчас угол на панели свойств укажем 270 градусов. Отлично, и вот посмотрите, я повернул эту кривую, и сейчас давайте укажем положение базовой точки, она будет в точке начала координат, указываем. Отлично, и нажимаем клавишу Escape, вот мы ее, видите, вставили. Завершаем эскиз, и что мы видим, вот она у нас, третья кривая. Итак, давайте я сейчас на панели вид, ну и вы тоже раскроем список скрыть все объекты, и выберем здесь конструктивные плоскости. Вот я их всех скрыл. Вот у нас три кривых готовы. Вот раз, два и три. Давайте сейчас создадим поверхность, зайдем на панель поверхности, и запустим команду поверхность по сети кривых. Отлично, вот я не помню, но по-моему я сказал в самом начале урока, что мы будем создавать поверхность по сети точек. Если я так сказал, то я ошибся, вот мы будем создавать поверхность по сети кривых. Итак, вот мы данную команду запустили, направление U активно. Давайте раскроем список кривых, и укажем здесь вот первую, вторую, третью. Вот мы указали уже, фантом, видите, поверхности появился. Закроем список кривых, далее нажмем по кнопке направление V, вот сюда, и откроем список кривых, чтобы видеть, как они добавляются. Укажем первую кривую, вот указал я. Повернем модель и укажем вторую кривую. Отлично, вот они две добавились. Закроем список кривых. Вот у нас уже фантом поверхности виден, но все бы хорошо, но дальше мы с вами после создания этой поверхности, мы ее скопируем, чтобы у нас с вами дно было цельное. Так вот, чтобы у нас вот в этих местах, вот с краев, после того, как мы скопируем, чтобы у нас поверхности друг в друга входили идеально, чтобы у нас не было никаких там впадин, либо выпуклостей, нам нужно с вами сопряжение задать. Давайте перейдем на вкладку сопряжение, и вот посмотрите, у нас сразу номера границ расставились на кривых. Вот у нас граница 1. Давайте я сейчас опять же на время, где скрыт все объекты, раскрою список, конструктивной плоскости верну. Вот посмотрите, граница 1 у нас. Давайте по ней нажмем, сюда нажали. Вот наша граница 1, то есть это вот эта кривая. И давайте поверхность сопряжения выберем. Поверхность сопряжения у нее будет плоскость XY. Давайте кликнем здесь, вот мне пострение. Вот я указал поверхность сопряжения. И условия, давайте нажмем по кнопке и выберем из списка перпендикулярно. Вот посмотрите. Задали условия сопряжения мы с вами. Вот у нас плоскость подсветилась. Понятно, да? Далее давайте с правой стороны. Здесь у нас номер границы 3. Давайте нажмем сюда номер границы 3. Объект сопряжения здесь не определен, но объектом сопряжения у нас будет плоскость под углом 2. Давайте выберем ее. Вот я ее выбрал. И опять же условия, давайте выберем перпендикулярно. Все сопряжение мы задали. Сейчас можно создавать поверхность. Давайте создадим ее. Вот посмотрите, поверхность готова. Опять же давайте на панели вид скроем конструктивные плоскости. Вот наша поверхность. И сейчас давайте получим копию этой поверхности. Зайдем на панель массивы. Запустим команду массив по констерической сетке. И список объектов пуст. Давайте выберем с вами вот эту поверхность по сети кривых. Далее перейдем на вкладку параметры. У нас ось массива не указана, но ось массива у нас будет совпадать с осью Y. Давайте укажем ось Y в дереве модели. И количество укажем 5. Нажимаем клавишу Enter. И вот на фантоме видно как это все будет выглядеть. Давайте нажмем по кнопке создать объект. И посмотрите как у нас копии поверхности получены. И вот в этих местах у нас видите они идеально соединяются. То есть друг в друга входят идеально. Никаких разрывов нет. Как единое целое. Отлично. Кстати многие меня спрашивают в письмах, почему я не делаю уроки по поверхностному моделированию. На самом деле у меня есть уроки на моем канале на YouTube по поверхностному моделированию. Ну и также больше информации по поверхностному моделированию вы найдете в курсе «Твердотельное и поверхностное моделирование». Можете зайти на сайт model.compass3d.su и посмотреть описание курса. Там интересные модели мы создаем с помощью поверхностного моделирования. Итак, давайте вернемся к нашей бутылке. Вот посмотрите, мы с вами создали бутылку, то есть все поверхности создали, которые нужно. Сейчас, прежде чем придать толщину нашим поверхностям, нужно их объединить. Давайте их объединим. Для этого зайдем на панель поверхности и запускаем команду. Опять же она у меня не влазит. Я изменю, выберу «Операции», далее «Поверхность» и команда называется «Шивка поверхностей». Она у вас на панели поверхностей. Запускаем команду «Шивка поверхностей». Список объектов здесь пуст. И для удобства можете в «Огне построения», а можно здесь прямо в дереве моделей выбрать с самого начала поверхность вращения, далее «Заплатка 1», далее «Поверхность по сети кривых» и «Массив по концентрической стерке». Вот эти поверхности выделил, выбрал здесь и нажимаю по кнопке «Создать объект». И вот посмотрите, у нас с вами получилась единая поверхность, вот «Шивка поверхностей». Далее давайте зайдем на панель «Редактирование деталей», запустим команду «Придать толщину». И сейчас нам нужно указать поверхность. Вот указываем вот эту поверхность, «Шивка поверхностей». Отлично, я указал. И тип построения у нас стоит, вот стенка наружу, толщина стенки 1 мм, оставляем и нажимаем по кнопке «Создать объект». Отлично, вот посмотрите, мы придали толщину нашей поверхности и это у нас стало уже твердое тело. Вот посмотрите, деталь «Тел 1». То есть было поверхностное тело, стало твердым. Далее можно на панели «Вид» нажать по кнопке «Скрыть все объекты». Вот все объекты скрылись и вот наша твердотельная деталь. Дальше можно с ней работать как твердотельной, например, создать текст на цилиндрической поверхности, или создать здесь резьбу. Как я это делал в уроке в курсе «Эффективная работа в Solidworks 4». Так, сейчас давайте свойства зададим детали. Где у нас деталь правой клавишей, кликнем, выберем здесь «Свойства моделей». Далее наименование давайте укажем «Бутылка». «Пет». Так, ну и цвет давайте выберем. Нажмем по кнопке «Цвет» и выберите из списка «Изумрудный». Он четвертый слева в столбике. Выбираем «Изумрудный». И нажимаем по кнопке «Создать объект». Отлично. Вот мы с вами свойства задали, цвет изменили. Ну, по желанию можете материал указать в пластик, ну, вернее, пластмасса, потому что по умолчанию там стоит сталь. Итак, вот такая интересная бутылка у нас получилась. Не забывайте заходить на мой канал на YouTube, подписываться на него и будете в курсе всех событий. То есть, когда буду я добавлять новые видеоуроки, вы всегда увидите их в своей ленте. Чтобы найти мой канал, напишите youtube.com.сапроблог либо просто напишите «Роман Салькудинов» и вы найдете мой канал вот по этому баннеру. На этом у меня все. Я желаю вам успехов. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok